Вашему вниманию, откуда знания приходят? Автор Татьяна Рязанова, читает Лора. Очень много вопросов о знаниях. Где вы черпаете свои знания? Я могу ответить только так. Они везде вокруг нас. И это правда. Правда, бывает момент у каждого человека, когда количество переходит в качество. Заметьте, что туда, куда направлено наше внимание, идет энергия. Поэтому если бить в одно место или накапливать в этом месте что-то, то добиться можно всего. Я уже говорила о том, что весь мир наполнен математическими формулами. Он закодирован на определенные выражения и движения в определенных направлениях на конах. То есть, все происходит само собой, без кураторов. Вселенная, самовосстанавливающаяся система, самореализующаяся. И если где-то выявляется нарушение, то туда направляются энергии, которые устраняют перекос. Это похоже на огромный биокомпьютер, мозг которого функционирует на высоком уровне, который нам недоступен пока. Если мы рассмотрим русские слова «знать» или «знак», то увидим, что они родственны. Это дает понимание того, что все вокруг нас закодировано на каких-то знаках. Разумеется, мы их пока не видим, но чувствуем непременно. Они находятся и в нашем теле. Вся внутренняя система организма работает автоматически, как и Вселенная. Поэтому, зная, как подключаться к тем или иным знакам, мы можем изменить все. Очень много нам передали предки простых упражнений и слов, с помощью которых мы можем делать это. Все великое просто. Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. И это тоже верно. Потому что Вселенная бесконечная, значит, и процесс познания тоже бесконечен. Чем шире наш кругозор, тем горизонт становится больше. И никак не иначе. Но, конечно, нужно продумывать, прочувствовать то, что практикуете, так как сегодня много еще мошенников и обманщиков. Кто-то делает это сознательно, кто-то бессознательно, кто-то повторяет за якобы известными и признанными людьми свои постулаты, просто выдавая целые цитаты, чтобы уверовали и другие, как они. Но всю информацию необходимо пропускать через себя, через свое сердце, и тогда она будет наиболее достоверна. Мы еще как маленькие дети для высших существ. Наша цивилизация только-только начала развиваться, поднимая свою голову. Еще совсем недавно нами управляли совсем другие существа, да и сейчас еще управляют только потому, что мы многого не понимаем и не принимаем себя, как детей создателя. Не верим в себя, как в совершенных созданий. Да, мы несовершенны в каком-то плане, на каких-то уровнях, но наша душа и наш дух совершенны. Мы в любой момент можем обратиться к своей божественной истине. Творец дает нам все права на это и сам курирует наше развитие. Он говорит, что все пространство наполнено знаниями. Но нам нужно научиться отделять зерна от привел, потому что информативно все вокруг может быть перемешано. И тьма, и свет перетекают друг к другу, и мы можем видеть чаще серость. Такое тоже может быть. Но человек не стоит на месте и эволюционирует постоянно. Даже биороботы растут в своих проявлениях. Все в мироздании развивается по спирали. Нет движения, нет жизни. Поэтому, кто стремится к новым знаниям, тот идет впереди, а сзади плетутся вечно недовольные потребители. И это им не так, и то им не так. Кто мешает каждому идти своей тропой, развиваясь и познавая мир таким, какое представление о нем они имеют? Если не нравится что-то, измени себя сначала. А потом изменится мир и пространство. Мы можем влиять и на время. Меняться можно мгновенно. Но мы пока этого сделать не можем, нет такого потенциала. Например, нам говорят, что можно за месяц похудеть на 5 килограммов. То есть фактически нам устанавливают время. И вроде никуда не двинешься. Но это всего лишь выдумка или опыт какого-то человека. И он хочет показать остальным, что так возможно. Но для другого это может быть неприемлемым, только потому, что он может быть болен. У него может быть сбит гормональный фон или что-то другое. Будет ему мешать, например, режим, связанный с работой или детьми. Вот и говорю постоянно о том, что все возможности заключены в самом человеке. Он сам, самовосстанавливающаяся система. Он лучше других знает себя и понимает. Итак, во всем. Возьмите инструменты действия у знающих людей. Заплатите за них. А дальше действуйте сами. Как необходимо вам самим. Бесплатно это когда платит без. Халява сама по себе и есть халява. Мир устроен таким образом. Если взяли, то верните. Если вам дается, то возвращать тоже нужно. Или просто у вас отнимут. Может быть в другом месте. Чужое или халявное всегда выходит боком. Например, наследство должно поровну распределяться по потомкам. Если кто-то сам отказывается, это одно. А если кого-то неправомерно лишают, это совсем другое. Сегодня деньги стали мерилом всего. Но ведь это иллюзия. Везде действует энергия. Вот это мерило всего. А так как даже во Вселенной она, пройдя все, что ей уготовано было, возвращается назад неизменной, то то же самое и в обществе людей. Поэтому важно, что человек посылает вовне и что берет себе. Знание тоже есть энергия. Когда человек может удержать ее, и сколько может удержать, зависит от его внутреннего сосуда. Вот свой внутренний сосуд необходимо тренировать для приема, стараясь его все время увеличивать. Для этого читать, писать, слушать, узнавать, беспрерывно тренируя свой мозг. Когда человек не желает больше развиваться, останавливает свои внутренние резервы, то организм постепенно начинает умирать. Так устроено все во Вселенной. Жизнь – это постоянное движение. Как вам такое, что 70% людей на Земле не умеют читать? И большинство таких товарищей достигают лет до 50-70, а иногда и менее. Им скучно жить. Они просто прозябают, пьют, убивая свой организм или принимают наркотики. Знаю великолепных специалистов 35 лет, которые говорят о скуке жизни. Они просто вкалывают на работе, денно и ночно, нет семьи, нет любви, нет детей, нет ничего, за что бы они могли зацепиться. Любовь – двигатель жизни. И не важно, что это – близкий человек или какое-нибудь дело, новые знания или новый взгляд на мир. Наши эмоции не случайно формируют наше творение. А если это чувства, то рождаются шедевры. Оглянитесь вокруг. Если вам скучно, то найдите, что вас поведет вперед. И делать это невозможно в пьяном угаре. Человек должен однажды разбудить самого себя и начать свою эволюцию. Все структурировано давно без вас. Все настроено во Вселенной, как струна. Там нет ничего лишнего и быть не может. Она живет до 108 дней. А затем сворачивается для того, чтобы уничтожить все отжившее. А потом проявляет, разворачиваясь во что-то новое, неизведанное. Она ищет и находит. Но все делает с любовью. Из тьмы строит материальный мир, из света высшие миры. Но все в ней прекрасно и совершенно. Вот так она рождает новое знание, которое всегда в ней. Человек пользуется всегда тем, что уготовано еще до него. Как Вселенная, которая является самой наполненной пустотой. Есть что черпать без конца и начала. И это уже квантовое понятие, когда все существует во всем. Для человека это парадокс. Но все существенно. Мы, каждый из нас, может попробовать, почувствовать, испытать, познать. Все в нашей власти. Только действуй. Стремитесь к новым знаниям. Ведь они очень быстро могут устареть. Движение набирает ход. Мир совершенствуется без конца. Новая эволюция уже идет. И человечеству надо успеть на уходящий трамвай. Маленькое дополнение. Чтобы не переживать, вот успела я на этот трамвай или не успела. Вы можете составить мыслеформу или выразить свою утреннюю аффирмацию. Я здесь и сейчас действую из своей божественной сути. Из своей центрированности. Я действую из своей любви к самой себе. Все мои действия в моем настоящем сейчас своевременны, уравновешены, сбалансированы, геометрически простроены согласно замыслу Творца. Во имя высших истин, во имя света, любви и мира. Да, конечно, вы можете анализировать, вы можете наблюдать, вы можете соизмерять, вы можете даже фокусировать свое внимание на чем-то, что вас интересует еще по-прежнему. Но вы уже, когда создали программу, значит, вы уже определились в цели. То есть в личной, индивидуальной цели, которая начинает простраивать ваши новые событийные ряды. И вот в них как раз, в этих новых ваших событийных рядах, вам становится и легче, и радостнее, и спокойнее. Поэтому и говорится, все в ваших руках. А вот это простраивание, это и есть, когда вы используете как инструмент свое намерение, когда вы формостроите, и мы уже говорили о практике, когда вы создаете сферу, наполняете ее своими кирпичиками, то, что вы желаете, и отправляете этот материал в будущее. И там, чуть впереди, начинают простраиваться вот эти событийные ряды, в которых и вы и хотите сами участвовать, или жить, или быть. Поэтому сейчас, конечно, есть общая игра, общая сцена, но простраивание своих событийных рядов делает каждый человек сам для себя. А кто знает, чего вы хотите? Продолжение следует...